Всем привет, с вами Trend Resource Megavzor.com И сегодня у нас на тестах сразу два накопителя Это Transcend 340K и модель 370S Эти диски мы протестировали вместе О них много очень объединяет Я думаю, что разделять на отдельный материал Здесь смысла никакого нет Объединяет эти диски то, что это уже версии Уже имеющихся дисков, которые продавались Начиная с прошлого года И сейчас вышла версия именно с модификацией Главное отличие это корпус Корпус теперь металлический И чем хорош металл, он лучше отводит тепло Он защищает от электрических помех Ну и в целом надежность таких дисков уже выше Предводитель дает на них трехлетнюю гарантию Тоже весьма неплохо И эти диски оба отличаются привлекательной стоимостью Один диск у нас стоит в районе 8000 рублей А диск на 512 ГБ это 370S Обойдется где-то примерно в 14-14500 рублей Эти диски уже доступны на российском рынке Комплектация у дисков схожая Это плата переходник на 3,5 дюйма Набор винтов и с этнической документации То есть есть все необходимое для начала работы Как и апгрейда ноутбука Единственное, что здесь нет пластины, увеличивающей толщину Но обычно таких сейчас моделей Именно по ноутбукам Где есть жесткая привязка к 9 мм Сейчас уже все меньше и меньше Если говорить про внешний вид То 340К у нас идет в черном металлическом корпусе Здесь пропала традиционная наклейка для этого производителя А 370 идет у нас уже в таком серебристом Возможно это важно Если, например, у вас прозрачное окошко И вы хотите наслаждаться визуально еще вашим твердотельником По начинке подрыжкой 340К у нас скрывается процессор Gmicron 670 Тоже небольшой апгрейд прошел Буферная память от компании Samsung И основная память реализована с помощью чипов Это чипы MLC NAND, Micron, MLC 385 Собственно, как и были ранее Пользователи получают у нас пакет программы SSD SQIP Это здесь информация о многопителе Это по просмотру статуса, технологическое сканирование За управление данными Обновление, собственно, самой прошивки Включение функции Trim Индикаторы исправности накопителя И клонирование системы Если говорить про диск 370 То здесь у нас уже используется другой контроллер Это контроллер Silicon K Silicon Power Мы этот контроллер уже тестировали ранее И здесь я думаю, что нам ничего не покажет Такого материала Silicon Motion, точнее, 2246 И здесь он остался у нас прежним Используется также MLC NAND память Соответственно, просто больше объема 512 гигабайт здесь у нас реализовано Давайте подключим эти диски к тестовому стенду И посмотрим, на что же они у нас способны Это мы посмотрели информацию по диску 340 И теперь диск 370 И теперь, конечно же, посмотрим на сравнительный обзор этих дисков В этой таблице вы могли видеть еще и диск Который мы тестировали ранее от других производителей Занимает у нас такую крепкую среднюю позицию Если подводить итоги, то обновление получилось удачным Стоимость при этом у нас не взросла Теперь мы получаем металлический корпус Он более надежен Ну и лучше отводит тепло Единственное, что по отводу тепла Производитель почему-то сэкономил на мелочи В виде термоинтерфейса То есть у нас с этой прокладкой У нас бы лучше отводилось тепло именно от чипов С удовольствием обсудим эти диски с вами В комментариях, подписывайтесь на наш канал Печу много-много интересного Всем спасибо и пока-пока